ну что я думаю что 8 часов вечера и нам уже в принципе пора бы начать и так для тех кто еще в принципе не знаком с моим творчеством и с тем что я делаю я хотел бы вам представить небольшое слайд-шоу чтобы вы поняли и прониклись тем что грубо говоря вдохновляет меня и почему я говорю и делаю именно то что я делаю именно так как я делаю вот трехминутный ролик и мы начинаем наш разговор и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok в другом да поэтому даже если но я уверен что у каждого может получиться фотографии так как бы если вы уже сюда пришли значит это вам интересно вот но тем не менее каждый из нас талантлив какой то своей области которая раскрывает его внутренний мир и единственно чем я вас прошу это никогда не терять стремление к тому чтобы найти вот эту точку соприкосновения когда ваш внутренний мир соприкасается с внешним и находится в гармонии это именно та точка в вашем сознании человек благодаря которой вы можете раскрыть свой талант знание да все мы прекрасно понимаем что без знаний в принципе в нашем сегодняшнем мире никуда не денешься и это абсолютно логично потому что если человек не обладает хотя бы минимальными знаниями да но слава богу сейчас у нас все уже умеют читать писать считать но тем не менее для того чтобы действительно добиться успеха нужно обладать знаниями настолько глобальными и в смежных областях что потребуется определенное время для того чтобы их получить терпение терпение это неотъемлемое качество успешного человека потому что пока пройдет время от первого шага до достижения уже значимых результатов пройдет время это время будет достаточно непростым это будет время испытаний и терпение это ну скажем так как минимум 30 а то и 40 процентов успеха потому что все мы знаем прекрасно о непризнанных гениях о людях которые бросают что-то на полпути и не могут довести дело до конца вот я хочу чтобы вы входили в другую категорию в категорию людей которые умеют выжидать свой шанс и свой момент для того чтобы его реализовать и соответственно образ мышления образ мышления действительно успешного человека это очень важно как его заработать и что это вообще такое мы поговорим следующие два часа и так единые подходы в различных областях это не я придумал это общие такие мировые ценности для того чтобы стать действительно успешным но как бы такие внешние факторы в среднем человеку требуется пять лет ему требуется прочитать 500 книг и потратить непосредственно на изучение дела в котором он хочет достичь успеха 10 тысяч часов 10 тысяч часов действительно продуктивной и очень и очень серьезные работы единые подходы в различных областях которые действительно работают это это правда а теперь давайте мы начнем непосредственно с шагов и так здесь как и дальше во всех шагах расписаны определенные цитаты я хочу чтобы вы поняли это если будут какие-то вопросы пожалуйста пишите их на форуме моих постараемся вернуться к ним и разобрать но я думаю что мы будем говорить достаточно подробно обо всем и так первое одно из самых главных хотя тут в принципе все главное забудьте слово стабильность и примите тот факт что мы живем в постоянно изменяющемся мире стабильность это застой когда вы стабильны у вас ничего не меняется и научитесь жить в изменяющемся мире примите то что мир постоянно меняется любое ваше желание стабильности она будет противоречить и мешать вам достичь успеха каждый день только вы сами решаете идти вперед или сдаться на волю обстоятельства каждое решение которое вы принимаете вы несете за него ответственность давайте поговорим об этом поподробнее одно из самых важных вот по мнению японских ученых то чему они учат своих детей и мне кажется что это было бы неплохо научить этому в принципе многих в нашей россии то что каждое даже малейшее принятие решений несет за собой последствия сели вы на один или на другой автобус попали в одно или в другое место это меняет вашу реальность это меняет вашу жизнь даже самые маленькие решения которые вы принимаете да соответственно вы несете за них ответственность потому что если вы где-то накосячили соответственно вы сами приняли это решение и не стоит никого обвинять в том что вы попали в ту ситуацию в которую в которой вы оказались поэтому давайте еще раз каждый день вы сами решаете идти вперед или сдаться на волю обстоятельства мы если вы хотите достичь успеха то каждый день вам придется идти вперед отрывать свою попу от дивана идти вперед и только вы сами несете ответственность за все что происходит с вами в жизни а это значит никаких отговорок никаких жалоб не на правительство не на окружающих вас людей не на кого все что вы имеете вашей жизни вы заслужили и за каждое решение вы несете ответственность как только вы осознаете этот факт жить станет намного намного проще вы перестанете тратить время на то чтобы жаловаться на всех окружающих и это действительно очень полезно и это очень и очень помогает шаг 2 примите тот факт что вы начинаете с нуля всегда когда пришел фотографию даже свадебно да несмотря на то что я имел достаточно серьезный опыт работы в торт оси и по клубам ну как бы перепробовал практически все начиная от репортажки заканчивая фэшн съемкой для журналов я понял что свадебная фотография это абсолютно абсолютно другой мир да я очень очень мало о нем знаю чем больше я узнаю тем больше передо мной поле знаний которые необходимо выучить и понять открывается поэтому никому не интересны все ваши достижения в предыдущей жизни это все прекрасно никто не умаляет вашего достоинства но если вы пришли куда-то и начинаете бизнес вы начинаете с нуля просто примите этот факт этапа поможет вам работать намного намного эффективнее и еще один из основных моментов никто не будет ценить вас пока вы не докажете обратное пока вы не создадите что-то действительно настолько хорошие глобальное что поменяет мир никто не будет вас ценить поэтому жаловаться на то что вот я неоцененный или еще что-то ребят это реально глупо просто придется каждый день потихоньку впахивать и поставить такую цель которая поменяет что-то в конкретном месте изобрести что-то новое создать стиль создать философию то что поменяет немножко мир вокруг вас и после этого вас начнут ценить шаг 3 как же начать в принципе да то есть для начала нам необходимо принять точку отсчета что такое точка отсчета точка отсчета во первых это либо человек либо действие либо какое-то достижение которое будет вас вдохновлять это ваш маяк на свет которого вы идете вот без точки отсчета все тела движения они будут разнонаправлены и соответственно вместо того чтобы пройти по прямой ваше движение будет примерно вот таким вот поверьте у вас и так будет более чем достаточно факторов для того чтобы попетлять пока вы будете достигать цели и и принять точку отсчета это в принципе первое да это все равно что написать бизнес-план с целями которые мы хотим получить через определенное время второе найти наставника очень важно иметь доступ к информации от человека который прошел по пути на который вы становитесь понятно что у каждого свой путь к успеху но человек который уже побывал в тех ситуациях через которые вам предстоит пройти хотя бы близкие с ними обладает реальным опытом вот здесь вот я очень хочу вас предостеречь потому что у нас как всегда в россии все друг другу советуют так вот не стоит вести на это поверьте люди которые не обладают реальным знанием и не прошли через эти ситуации они вряд ли дадут вам какой-то действенный совет потому что все их знания основаны исключительно на теории а теории практика это две абсолютно разные области и третье найти вдохновение вдохновение это движущая сила которая поднимает вас каждое утро и заставляет идти и делать какие-то свершения без вдохновения это все в принципе бессмысленно то что вдохновение она наполняет нашу жизнь смыслом и мы движемся вперед благодаря ему шаг четвертый итак как нам найти наставника и кто он в принципе такой потому что это один из самых таких критических вопросов особенно на начальном этапе пункт первый человек который рядом с вами который покажет как он сам прошел путь и достиг успеха какова вероятность того что этот человек окажется рядом с вами ну из моего опыта это примерно один процент если вы в него попали то вам очень практически несказанно повезло то есть с течением времени да они будут но на начальном этапе ну скажем так это крайне маловероятно 90 процентов книги фильмы интернет любая информация в свободном доступе до курсы которые вот дает нью-йоркский институт это 90 процентов наставничества да потому что это книги которые переработаны которые вдохновляют люди вложили в них душу они писали это все переписывали и даже если в книге есть хотя бы 10 процентов информации который вы не знали которая является для вас полезной это значит что вы уже эту книгу прочитали не зря точно так же фильма картинки да есть прекрасные режиссерские работы которые могут вдохновить вас на то чтобы найти какой-то свой креативный стиль свое видение что-то что вы увидите что-то что будет вызывать отклик вашей душе да точно так же интернет социальные сети сайты форумы и так далее чем больше информации вы через себя пропустите тем вернее вы найдете то что будет вдохновлять вас в дальнейшем и 9 процентов это окружающий мир который подсказывает что и как вам делать прекрасный закат съездили покататься на горных лыжах жизнь дает вам миллионы ощущений ежедневно если скинуть себя оковы которые наше общество оглобли которые поставила на каждого из нас то вы поймете что окружающий мир на самом деле в принципе просто полон таких невообразимых чудес о которых вы даже никогда и не задумывались и естественно он может служить вдохновением шаг 5 найдите что-либо что дарит вам удовольствие удовольствие это к вопросу с чего начать в принципе да вот вы купили камеру и я хочу поснимать вот но вот что найдите что-то что дарит вам удовольствие если это портреты прекрасно если это съемка животных тоже замечательно если эта съемка не знаю лэндский пейзажей прекрасно найдите что-то от чего вы реально кайфуете если к сожалению этого нет то ну начните сами самого простого что у нас самый простой ну выходим на на улицу и просто начинаем фотографировать все подряд так или иначе с течением времени вы найдете то от чего вы начнете ловить кайф и это замечательно и это прекрасно когда вы действительно любите свое дело успех становится сопутствующим фактором а не целью вот пожалуйста запомните это успех деньги признание это сопутствующие факторы когда вы занимаетесь любимым делом и получаете от него удовольствием если вы поставите это целью достигнуть этого будет очень и очень сложно потому что успех исходит из из любви к тому что вы делаете шаг 6 5 лет 5 лет 5 лет занимает то 5 лет это тот промежуток времени который гарантированно гарантированно позволит вам действительно достичь очень и очень хороших результатов да и так вот по годам как будет раскладываться что в каждый конкретный год предстоит сделать первый год это получение информации и навыков да соответственно мы выбрали тему и соответственно начинаем копать начинаем искать информацию все дальше и дальше глубже и глубже и вырабатывать навыки когда у вас есть уже минимальный базис и в лицах скажем так общаясь с представителями профессии которые вы для себя выбрали вы уже не будете выглядеть полным новичком можно начать налаживание связи и построение планов потому что из общения с ними ваши планы будут меняться и вы будете понимать как в принципе это все работает как только вы наладили связи да и сделали себе определенный план на ближайший год хотя бы ну или хотя бы на полгода мы начинаем в третьем году выстраивать бизнес мы переводим это из категории хобби и удовольствие и добавляем к к нашему удовольствия бизнес структуру которая позволяет зарабатывать деньги и соответственно примерно год у вас еще уйдет на то чтобы наладить свою клиентскую базу хотя бы в минимально в минимальном размере да для того чтобы бизнес подпитывался вашими клиентами рассказать о себе сделать сайт такой который действительно начнет работать вот и понять как вообще этот бизнес строится соответственно в четвертый год когда у вас есть уже понимание у вас есть навыки у вас есть планы у вас есть работающая система структура бизнеса вы начинаете зарабатывать очень многие к сожалению останавливается на четвертом году и не идут дальше вот как бы им им комфортно да потому что в четвертый год вы уже в принципе можете позволить жить себе достаточно неплохо в отличие от первых трех первые три года будут испытанием на прочность и лучше быть готовым к этому сразу поверьте честно я помню свои первые три года это было вообще не сахар вот пятый год начинаем делегировать свои функции когда у вас есть уже определенные деньги вы начинаете расширять свой бизнес и высвобождать время которое вы хотите провести с семьей с родными в путешествиях но при этом ваш бизнес будет работать независимо от вас да то есть приниматься заказы обрабатываться фотографии и так далее и вы оставляете себе только те функции от которых которые вам реально очень приятно этим заниматься и после этого начинается уже действительно очень и очень классное дело пять лет это оптимальный срок усвоения информации за пять лет абсолютно реально пройти вот эти десять тысяч часов которые необходимы для того чтобы все эти знания нормально и структурировано уложились в сознание потому что если они не уложатся начнутся метание быстрее и вы будете если вы хотите двигаться быстрее не стоит потому что вы упустите из виду очень важную информацию и в итоге это с вероятностью в 70 где-то процентов скорее всего приведет либо к разрушению бизнеса и вам придется возвращаться назад и заново выстраивать свою бизнес структуру либо либо узнавать как-то то есть дополнять свою информационную базу потому что вам просто в какой-то момент может не хватить именно навыков если вы будете делать это медленнее то вы сами будете тормозить процесс развития и он банально может захлебнуться просто потому что ему не хватит темпа потому что когда все делается в темпе нужные люди сами будут вам приходить и вы сможете их грамотно встраивать свой бизнес процесс очень многие вопрос задают по поводу денег да или говорят что ну суть не в деньгах деньги это не главное и так далее да вы правы суть не в деньгах но деньги это один из показателей эффективности бизнеса деньги знаете знаете есть такая старая поговорка очень прекрасная нам не очень нравится деньги это очень плохой господин но прекрасный слуга вот и если вы начнете относиться к ним именно с такой философии поверьте они действительно станут очень очень и очень хорошим слугой и по поводу безопасности да вот и стабильности мозг это инструмент ваш мозг всегда будет стремиться к стабильности к безопасности и так далее любые абсолютно сумасшедшие попытки которые вы будете предпринимать для того чтобы развить свой бизнес мозг будет тормозить вас он будет проецировать ощущение страха но это нормально мозг это инструмент этим инструментом надо научиться пользоваться он не определяет вас он всего лишь позволяет вам воспринимать реальность да то есть это как центральные процессы он может быть быстрее медленнее там в несколько потоков обрабатывать информацию но он не определяет человека который сидит перед компьютером да я думаю что в принципе эта аналогия более или менее понятно итак когда вы можете сказать что фотография вот мое дело сейчас когда я могу начать заниматься фотографии серьезно сейчас ответ 1 начните покупать книги начните их изучать информацию в сети и делайте это каждый день выделите один час поверьте это абсолютно немного это абсолютно реально для того чтобы прочитать несколько глав просмотреть пару форумов изучить не знаю там курс какой-то но сделать это не на не просто ради того чтобы сделать а ради того чтобы понять как только вы научитесь понимать и восприятия принимать информацию вам станет намного намного проще есть такая замечательная поговорка и и придумал джерри геонис есть три стадия стадия обучения копирование вариации на тему скопированного и свое собственное творение нет ничего зазорного в том чтобы поначалу в процессе обучения копировать что-то потому что когда вы копируете вы пытаетесь понять как думал человек который который сделал эту фотографию потом как когда вы разобрались с этим и у вас уже немножко больше опыта да вы понимаете что это не не отвечает вашему внутреннему я да и соответственно появляются вариации на тему скопированного и и освоив этот базис вы уже можете начать творить потому что вы понимаете как создаются определенные продукты и так как я заработаю денег ответ очень прост стать профессионалом в своем отдельно взятом деле к третьему году вы уже абсолютно спокойно если будете заниматься этим серьезно вложите около пяти семи тысяч часов в навыки в свой профессионализм в умение общаться если все сделано правильно то этого более чем достаточно чтобы быть в топ 300 профессионалов во всем мире в любой выбранной области будь то репортажная съемка свадебная съемка портретная съемка какая угодно это действительно так как только вы попадаете в эту эксклюзивную касту то есть вы попадаете в сообщество людей навыки которых действительно очень серьезно превышают среднюю температуру по больнице вы можете заработать своими знаниями и на пропитание и на хлебушек с икрой в принципе достаточно легко потому что люди будут заинтересованы в том чтобы вы отдали свои знания и научили их чему-то или для того чтобы создали продукт на основе своих знаний к четвертому году можно уже начинать наращивать масштаб и действительно вполне неплохо зарабатывать как я уже говорил 90 процентов останавливается именно здесь потому что это такая минимально достаточная точка невозврата в которой каждому человеку комфортно это именно тот момент когда мозг говорит все чувак остановись уже все хорошо у тебя есть там машина квартира тебе есть что покушать ты можешь пару раз съездить на отдых начать откладывать там на старость и в принципе все неплохо да и именно поэтому люди останавливаются здесь только 10 процентов шизанутых либо очень сильно вдохновленных идет дальше к пятому году вы войдете в топ 30 мира и сможете заработать состояние потому что люди которые делают что-то лучше всех так или иначе всегда будут востребованы и за их знания им будут платить очень и очень большие деньги так было и тысячу лет назад и две тысячи лет назад и так это будет сейчас и так это будет в дальнейшем потому что человек который обладает каким-то уникальным знанием всегда будет востребован в общем оставайтесь спокойными и продолжаем дальше что такое это это я подразумеваю именно свое дело которое которое дарит вам вдохновение да как понять чем конкретно нужно заниматься да это любая область которая вызывает отклик в вашей душе да я знаю многие из вас сейчас скажут вот он повторяет снова и снова это можно повторить и тысячу раз главное чтобы это усвоилось у вас в сознании потому что если вы с первого раза не найдете да и вам через три месяца скажет станет скучно значит просто стоит откатиться назад и попробовать найти себя снова а потом снова и снова до того как я пришел в свадебную фотографию я перепробовал наверное где-то областей 10 или 12 разных так что если с первого раза получится это хорошо если не получится с первого раза ничего страшного в этом нет и так разочарование это нормально знаете почему потому что самый ценный опыт мы получаем именно из провалов успех вряд ли чему-то вас научит успех лишь означает что в данной конкретной ситуации вы поступили правильно но вы не поймете как избежать исходя из этого ошибок в вашей дальнейшей деятельности поэтому ошибки это самый быстрый способ научиться чему-либо да и если кто-то из вас читал биографию биографию билла гейтса то он сказал когда его спросили жалеете ли вы о чем-то в своей жизни я жалею только об одной вещи я хотел бы совершать намного намного больше ошибок потому что действительно очень быстрый способ научиться потому что когда ты совершил какое-то действие и тебе сразу же хочется получить фидбэк от вселенной насколько правильный был шаг поэтому любые ошибки это новые возможности возможности научиться чему-либо и еще по поводу терпения все приходит в свое время и успех в том числе дайте ему время на воплощение в жизнь да тот образ мысли который мы сейчас с вами формируем тот образ мысли который мы сейчас с вами обсуждаем если вы немножко поменяете в своей жизни да то вы увидите результат через какое-то время да вот этот временной интервал он всегда присутствует он будет уменьшаться только по мере того как вы будете находить себя и все глубже и глубже погружаться в ваше любимое дело вот когда вы совсем прямо в него погрузитесь с головой да в принципе этот временной интервал будет занимать там может быть один день я думаю многие из вас знают эти чудесные истории о том что вот я только подумал и он позвонил да это будет работать именно так так итак движемся дальше все что мы имеем сегодня это результат наших действий в прошлом да не надо обижаться не надо говорить что я плохой но раньше год назад два года назад вы думали по-другому и то что вы сейчас имеете это результат того как вы думали год назад как только вы поменяете свой образ мышления на образ мышления успешного человека который ставит цели достигает их занимается своим любимым делом и так далее через год вы получите результаты того что вы делаете сегодня и относиться к этому нужно достаточно спокойно еще одно решение которое мы принимаем сегодня создают наши завтра если вы каждый день проживаете с осознанием этого это значит что вы ответственно относитесь к своей жизни примите на себя ответственность за каждое событие и абсолютно спокойно к этому относитесь потому что любая ситуация с которой вы столкнулись даже если вам просто отдавили ногу в метро это значит что это ситуацию вы сами к себе притянули и вы сами за нее несете ответственность и соответственно просто подумайте что же я сделал такого в прошлом что мне дали эту ситуацию для того чтобы я подумал разобрался в своих внутренних проблемах решил их и пошел дальше более успешным и более счастливым и так а если нравится что-то совсем экзотическое да особенно поначалу некоторые люди прям их привлекает что-то то чего они никогда не видели в жизни просто следуйте инструкции которые здесь написаны к пятому году вы будете богаты ну как бы это реально это абсолютно реально это абсолютно гарантированно никто в начале пути не может представить его конец просто начните вставая на путь вы видите только ну к примеру да путь в тысячу километров вы видите только ближайшие 100 метров пройдите их пройдите их хорошо ответственно и когда вы достигнете этой точки вы увидите еще на следующий 100 метров и так степ-бай-степ вы начнете достигать каких-то определенных высот нельзя добиться успеха пройдя чужим путем но можно найти свой собственный чужие пути дают нам информацию для размышлений возможно мы скажем так найдем какие-то ситуации которые схожи с тем через которые мы проходим и увидим свою собственную точку получим для себя результат исходя из точки зрения другого человека и этот опыт можно использовать стоит пользоваться тем что другие люди наступали на грабли у каждого из нас будут свои собственные грабли но по крайней мере чем больше мы знаем тем большее количество своих грабли мы можем избежать и достижение успеха достижение своей собственной цели создание своего бизнеса создание своего дела создание смысла своей жизни это действительно одно из лучших приключений которое вообще возможно и идя по этому приключению я уверен что вы получите огромную массу удовольствия и абсолютно точно в жизни офисного планктона такого нет шаг 16 если моя семья против моего выбора знаете я от своей семьи ну в плане от родителей выслушал на протяжении лет семьи одну и ту же фразу господи какой хренью ты занимаешься как ты вообще собираешься кормить свою семью и зарабатывать деньги ну как вы видите в принципе как бы это получилось сколько лет вы обещали отдать своей семье пять десять многих людей это очень сильно стопорит если вы хотите отдать отдать своей семье всю жизнь и слушать только их и не слушать себя это ваш выбор и это ваша жизнь никто не может вам сказать ничего против но смиритесь с тем что вряд ли вы сможете чего-то добиться потому что вы живете не своей жизнью вы живете жизнью своих родителей братьев сестер да возможно это звучит несколько грубо но ребят поверьте это действительно так у меня был опыт когда я не общался с родителями больше года просто полностью порвав отношения ну ничего как-то пережили это помирились и собственно этот перерыв помог мне закончить книгу свою и войти в двадцатку лучших фотографов мира так что как говорится все что не делается делается к лучшему так или иначе человек выбирает то от чего он чувствует удовлетворение и счастье хотите ли вы стать счастливым сейчас хотите ли вы быть счастливым через год через пять лет вообще по жизни хотите ли вы ощущать счастье каждый день если да то значит наверное стоит что-то менять в своей жизни шаг 17 выбирайте свободу всегда все что вы делаете вы делаете только потому что вы сами именно так хотите да если вы делаете это ради кого-то или ради чего-то то это неправильная мотивация если вы делаете потому что вас от этого прет если вы получаете кайф от этого и заряд позитивной эмоции это правильная мотивация предубеждение мешают развитию и широте взглядов знаете мне очень часто говорят особенно в россии кстати в америке и в европе это намного намного реже встречается господин вы типа так молоды как вы вообще можете говорить про это окей если посмотрим на мою жизнь то каждый год можно было бы считать за три и почему возраст в нашей стране является критерием какого-то сакрального знания уверенности понимания я знаю огромное количество людей которым за 50 но уровень сознания у них ну явно на улице на уровне где-то пятнадцатилетнего ребенка точно так же как знаю огромное количество молодежи которым лет по 18 но они очень собраны целеустремленные и движутся вперед это не значит что там человек в возрасте плохой а молодой человек там неопытный оценивайте людей не по внешним критериям не по расовой принадлежности оценивайте людей именно по уровню их знаний по уровню их навыков потому какой это человек в принципе да то есть если вы чувствуете что это партнер с которым вы можете работать это круто если вы чувствуете что вы можете что-то взять от этого человека это круто берите общайтесь обменивайтесь знаниями и всем станет хорошо от этого одно из самых на самом деле еще самая большая проблема нас с которой лично я встречался это то что самые близкие люди могут стать для вас самыми серьезными препятствиями возможно придется на время прервать с ними общение да возможно это только исходя из моего опыта но тем не менее если мы посмотрим классиков вообще бизнес литературы если кто-то из вас знает наполеон хилл да дума и богатей в финальной главе по моему 12 а эта книга была написана в 1890 году он сказал следующее самые близкие люди могут стать для вас самыми самыми серьезными врагами потому что вы подсознательно им доверяете причем доверяете безусловно да и любую информацию воспринятую от них она сразу же попадает вам в душу не проходя фильтры логики аналитики или еще того ну как бы не принципиально самое главное что если самые близкие люди говорят блин король ну чем ты занимаешься да начинают обсирать ваше дело и так далее не надо ссориться просто отвернитесь и идите дальше занимайтесь своим делом потому что если вы верите в это вы добьетесь успеха и это действительно так и так шаг восемнадцать если вдруг вы нашли какого-то человека который уже достиг да то есть рядом с вами есть фотограф который уже чего-то достиг еще чего-то и он хочет чтобы вы шли его путем что что же делать в этой ситуации это нормально освойте этот путь воспримите эти знания которые человек готов вам дать потому что если он оказался рядом с вами значит для чего-то это нужно но тем не менее сделайте по-своему но с уважением к своему наставнику да то есть когда вы прошли его путь и начали обладать какими-то своими знаниями не надо как от человека в душу там или говорить что он дурак или чего-то не понимает он понимает все что применимо к его бизнесу и к его мироощущению вот но соответственно у вас свое мироощущение поэтому сделайте по-своему идите по своему пути но уважайте окружающих людей потому что если вы проецируете уважение то это уважение возвращается к вам к счастью никто не представляет вам голове пистолет заставляя делать что-либо ну за исключением каких-то террористических актов поэтому не надо говорить что вот меня заставили в любой ситуации всегда есть как минимум два выхода а на самом деле их намного намного больше если вы не хотите чем-то заниматься или не хотите что-то делать никто не может вас заставить вы сами принимаете решение если вы не хотите сейчас сидеть на своей работе дальше хотите что-то поменять идите и делайте поверьте всегда найдется как заработать где заработать и так далее и вот именно к этому мой супруг или супруга волнуется кто позаботиться о наших делах детях если вдруг вы окунетесь головой будете тратить на это как бы все свое время человек который меняет себя и свою жизнь всегда найдет свободное время тем более на детей и тем более на семью потому что как только вы осознаете тот факт что вы полностью управляете своей жизнью своей реальностью выделить время достаточно легко у меня офис я к примеру сделал офис дома я провожу если я не уезжаю куда-то на съемки или на встречу в принципе как минимум часов пять со своей семьей ежедневно зачастую удается и больше и мне нравится я люблю проводить время со своей семьей и поэтому исходя из своего собственного опыта могу сказать что это абсолютно не проблема одна из важнейших частей изменения себя это находить или создавать моменты которые позволяют вам передвинуться на следующий шаг то есть если вы хотите попасть в какой-то новый круг общения начните узнавать у знакомых кто имеет доступ в этот круг возможно на афише вы прочитаете что проходит какой-то деловой слет или мероприятие сдвиньтесь с мертвой точки идите туда познакомьтесь даже если вы ни с кем не наладите бизнес отношений в любом случае вы вдохнете атмосферу этого нового социального круга куда вы хотите подняться это уже даст вам очень и очень серьезный стимул мои клиенты которые являются достаточно обеспеченными людьми очень сильно вдохновляют меня каждый раз и я поэтому очень люблю к ним просто приезжать общаться на чашку чая как только есть какая-то возможность обсудить просто дела политику погоду не суть важно общаясь вы обмениваетесь энергетикой получаете ту энергетику из более высокого скажем так мира больших денег если так можно сказать которую которую стоит держать внутри себя как какой-то образец то есть как маяк это лично мой маяк а потом мы перекраиваем эти моменты так как вы хотели бы их использовать это очень важно умеете создавать моменты и умение их использовать соответственно это то что каждый раз позволяет вам переходить на новый уровень да потому что вселенная всегда будет давать вам какие-то ситуации которые позволят сделать глобальный скачок в вашей жизни к лучшему к много лучшему вопрос в том чтобы эти моменты не пропустить и знаете это как в той старой пословице если жизнь дала вам лимон не расстраивайтесь сделайте из него лимонад вот это примерно то же самое оставаться позитивным чтобы не случалось и изменять искать выход из каждой жизненной ситуации так чтобы выйти с плюсом с плюсом в опыте с плюсом в виде новых знакомств прибыли чего угодно еще один из таких моментов если друзья считают меня безумцем ну такие друзья вряд ли вам нужны потому что у вас абсолютно разные взгляды на жизнь да мне уже два круга друзей поменялись просто потому что у нас стали отсутствовать какие-то интересы которые нас объединяют и в принципе в течение года находятся новые люди которые которые поддерживают которые разделяют ваши интересы ваши стремления это прекрасно это хорошо жизнь идет своим чередом дальше если семья считает безумцем попробуйте убедить их если не получится такое тоже может быть просто попросите принять их таким какие вы есть да в конечном итоге любовь она она безусловна если любят то любят не за что-то если любят то любят не вопреки чему-то любят просто потому что любят если любят значит доверяют вот это это любое занятие бизнесом и своим делом это определенный риск да это выход из своей зоны комфорта и отношения любые семейные просто дружеские они всегда будут испытываться этим на прочность вот и дай бог чтобы разрывов было как можно меньше и дай бог чтобы сохранить как можно больше таких отношений которые помогут если это не выйдет то стоит на время прервать отношениями и минимизировать этот негативный фактор пока вы не достигнете определенных результатов да потому что людям сложно объяснить идею им сложно объяснить вашу целеустремленность и вашу веру но когда они видят реальные результаты того что у вас что-то получается они начинают вам верить да как бы как говорил Стив Джобс любая вещь кажется невозможной пока это не реализовано вживую поэтому не стесняйтесь все будет хорошо если например хочется быть космонавтом или чего-то ну как бы такое абсолютно все реалистичное космонавт и инженер это конкретная профессия а не изменение себя и мира вокруг да то есть это не какая-то глобальная цель это результат стать космонавтом это результат сделать открытие это цель если нравится фотография попробуйте изменить мир фотографии в какой-то конкретной области к лучшему то что вдохновляет меня последние там четыре года достаточно серьезно то что мне хочется дать миру фотографии понимание того что постановка фэшн и портрет это не весь мир фотографии а документальная фотография основанная на эмоциях и на реальных моментов которые сохраняют воспоминания это то что действительно нужно людям и как бы вот это знание это понимание это моя философия она подпитывает да и это мой способ изменить мир к лучшему найдите ваш собственный способ и он будет вести вас и давать вам силы придумайте что-то чего всем заинтересованным сторонам будет хорошо это одна из важных основ в принципе любого бизнеса да то есть то что на западе называется win-win да вы планируете какое-то действие от которой не пойдет в ущерб никому и всем заинтересованным да то есть произвести продукт вам будет хорошо потому что вы реализовали свою мечту инвесторам которые вам к примеру дали денег будет хорошо потому что они на этом заработают да и сделают что-то позитивное людям которые купят ваш продукт также будет хорошо потому что он даст им какие-то новые навыки новые возможности новые мысли и так далее да позитивное мышление это основа это очень здорово это действительно работает итак шаг 22 если нравится выпивать и тусоваться ну как бы попробуйте вернуться к этому семинару где-то через год ну или получить наследство потому что вдруг вас наследством обеспечить обеспечена всю дальнейшую жизнь вашу ваших детей внуков и так далее выпивать и тусоваться когда это способ достижения бизнес знакомств да если просто делать это смыслом своей жизни ребят это не работает это просто пустая трата времени если очень сильно занят насущными делами привык вести нечестную игру или что-то на ваш выбор любая отговорка которая вас устраивает вернитесь к этой информации к этому курсу через два-три года будучи на миле без работы и всеми брошены да чувствуя то что ваша жизнь проходит куда-то мимо потому что когда в жизни нет смысла в ней нет цели нет идеи но ребят это фактически мертвый человек да я недавно встречался со своими одногруппниками да из института было где-то порядка наверное восемнадцати человек да собрались очень легко отследить это да люди которые занимаются своим бизнесом либо их прет от чего-то на работе в офисе это тоже возможно ничего в этом страшного нету но главное чтобы реально перло у них горят глаза они встают каждый день они что-то делают постоянно там звонят они живут к сожалению из девятнадцати человек этим занимается только трое все остальные жалуются на жизнь на зарплаты на то что опять подняли стоимость проезда метро налоги еще что-то это не жизнь это зомби и если вы не хотите жить как зомби то начинайте что-то делать прямо сейчас если ты что-то хочешь все причины не заниматься любимым делом это реальные отговорки которые мозг придумывает из страха перемен своей жизни эти отговорки будут преследовать вас первые года три очень четко отслеживайте реакцию на эти отговорки и действительно отсекайте это все реально отсекайте шаг 24 если я ничего не умею как я уже говорил мы всегда начинаем с нуля если у меня нет диплома знаний терпения на свой выбор еще раз мы всегда начинаем с нуля и стоит оторвать попу с дивана и начать получать эти знания нью-йоркский институт это прекрасный один из самых лучших способов сейчас в россии получить знания по фотографии начните делать что-то и это будет хорошо знания остается в голове только когда она хочет их воспринять работают лишь знания которые получены собственным трудом пройдя через какую-то ситуацию получая которые какие-то знания которые помогли вам избежать огромных негативных последствий и повернуть ситуацию в позитивное русло да они они останутся с вами навсегда да проводили исследование которое показало что все все знания которые вдалбливали 12 лет школы более или менее взрослому адекватному человеку то есть лет 15 можно дать за две недели да поэтому знания которые впихиваются насильно на каких-то курсах без без внутренней подпитки они не работают знания которые получены собственным собственным трудом когда перед вами встала какая-то проблема и вы прикладываете усилия для ее решения они останутся и вы сможете всегда их использовать потому что эти знания становятся частью вас поняв проблему постарайтесь найти ее решение и это знание останется с вами навсегда шаг 26 если нужно платить кредит ипотеку и так далее люди которые ищут причины проигрывают всегда люди которые ищут возможности так или иначе находят их и тоже находят их всегда какая бы ситуация в жизни не была всегда можно найти решение и не спрашивайте почему это не работает старайтесь всегда задавать себе вопрос как я могу это сделать как я могу это реализовать и эти решения так или иначе начнут вашу жизнь поступать и эти возможности вы будете сами к себе притягивать будете их использовать и все будет замечательно шаг 27 если вы чувствуете себя аутсайдером есть многие люди такого интересного склада характера которые ну не знаю в школе был какой-то негативный опыт и так далее ничего в этом страшного нет все великие люди получали огромное количество отказов перед тем как пришли к величию Стивену Кингу отказывали где-то порядка 30 раз перед тем как какое-то очень маленькое издательство согласилось публиковать его работы Мадонну бесконечное количество раз выгоняли с прослушивания и так далее к сожалению на первых этапах многие из тех кто будут вас оценивать не смогут понять ваши идеи потому что если ваши идеи приводят приводят к тому что вы меняете мир да а люди к этому не готовы они просто будут не способны воспринять эту информацию рано или поздно найдется человек который сможет вам помочь и находится на том же уровне развития сознательного и сможет воспринять и понять ваши идеи помочь и это будет один из счастливейших дней вашей жизни если я не могу прочесть 500 книг какую одну книгу прочитать ради вдохновения я вот тут сейчас периодически посматриваю на чат нашей конференции все хотят каких-то конкретных знаний ребят конкретные знания это это всего лишь инструменты если вы не знаете как пользоваться инструментами они вам не помогут многие из вас умеют управлять башенным краном с помощью башенного крана можно построить офигенное знание но если вы не знаете как им управлять или даже факт наличия его у вас он вам не поможет поэтому то что мы сейчас разбираем это образ мыслей и те критерии и шаги которые помогут вам стать успешным поверьте мне я прошел этот путь сам начиная от вот реально за первую свадьбу у меня заплатили 2500 рублей сейчас за минимальная стоимость свадьбы у меня 10000 долларов это начальная цена и если бы я не прошел через все это это не пустая демагогия это очень и очень важные вещи без понимания которых успеха в принципе достичь невозможно для того чтобы понять и осознать это все собрать в единую презентацию мне понадобилось десять лет если вы хотите потратить десять лет пожалуйста это ваш выбор если вы хотите сэкономить себе огромную кучу времени я думаю что вам стоит очень серьезно к этому отнестись прочитать 500 книг это не проблема есть сейчас курсы скорочтения которые позволят вам за два дня прочитать одну достаточно увесистую книгу подумайте еще раз действительно ли вы хотите что-то поменять в своей жизни может быть просто стоит остаться на диване и так далее есть такая поговорка для того чтобы изменить жизнь достаточно прочитать одну книгу всего лишь одну но чтобы ее найти нужно прочитать пять тысяч поэтому ищите кто еще тот находит если кто-то считает себя слишком больным для того чтобы менять себя ну это отговорки изменения всегда приносят позитив и здоровье изменения да как бы удовольствие от занятия любимым делом модифицирует ваш организм начинают работать все его органы они начинают работать в гармонии да замечательные наши химические вещества которые серотонин и так далее да они подпитывают организм начинает помогать вам быть всегда полным сил для того чтобы идти дальше весь мир начнет меняться для того чтобы помочь вам идти дальше в конце концов начните банально с режима дня режима питания правильного спорта хотя бы три или два раза в день позитивного взгляда на жизнь в целом перестаньте использовать частицу не начните утвердительно общаться и примите тот факт что несмотря ни на что этот мир полон гармонии и все все что нас окружает оно так или иначе находится в постоянном движении в постоянной гармонии и если ваше окружение вам не нравится значит просто-напросто нужно понять его простить отпустить и двигаться туда где вы будете чувствовать себя прекрасно вот и все причем прекрасно это не только переехать да потому что проблемы в голове они переезжают с вами из города в город это не решение проблемы но когда вы решаете проблемы в своей голове вокруг вас мир также становится намного лучше если у вас уже был негативный опыт с партнером который вас подставил слился в самый ответственный момент в общем либо не сделал свою работу очень многие люди живут с этим постоянно обижаются вспоминают это боятся дальше двигаться и кого-то пускать свою жизнь простите отпустите двигайтесь дальше в конце концов это ваша жизнь вы просто-напросто тратите свое время отведенное на то чтобы сделать что-то полезное в этой жизни на то чтобы обижаться это неправильно еще одно очень важное половина причин конфликтов который так или иначе у вас был если этот негативный опыт был половина причин была в вас да поэтому просто стоит рассмотреть эту ситуацию понять возможно что стоило бы вести себя как-то иначе и просто-напросто двигаться дальше ничего страшного все мы допускаем ошибки мы все люди никто не идеален но если вы робкий человек и вам сложно общаться начинать что-то новое ну как бы робкий человек да очень многие ну как бы не пробивные либо не сразу развивают в себе эти навыки сделайте вашу слабость вашей сильной стороной умение слушать один из самых редких даров на нашей планете да потому что у нас каждый умеет говорить но очень маленькое количество людей умеет слушать и понимать то что ему говорят воспользуйтесь этим умением и сделайте это своей сильной стороной и люди будут приходить к вам именно для того чтобы вы могли их послушать и это поможет завязать новые новые знакомства развить бизнес и так далее вопреки домыслам люди в большей степени доверяют персонам которые могут понять их да которые общаются с ними на одном и том же языке поэтому это хорошо ничего в этом страшного нету каждый навык который есть у вас сейчас обратите его в плюс многие я думаю из вас считают что пять лет это долгий срок и хочется результатов всегда и сейчас если вы планируете через пять лет оставаться в живых и быть счастливым человеком у которого есть свое дело есть бизнес и свобода вообще жить и в любой стране мира и делать то что хочется то стоит начать прямо сейчас это действительно так как налаживать контакты я думаю что многие из вас если кто-то не знаком но в общем и целом это система концентрических кругов ну то есть как если вы кинули в пруд камешек да все знают что от камешка идут круги да вы в центре рядом с вами в самом близком кругу находится ваша семья затем онлайн комьюнити потому что мы к ним имеем самый самый быстрый самый простой доступ затем знакомые знакомые с которыми мы так или иначе пересекаемся за знакомыми что через знакомых мы идем дальше стоят авторитеты в своей области наставники то есть это люди которые обладают какими-то знаниями которые движут эту область вперед за наставниками и за авторитетами находятся реальные богатые клиенты которые помогут создать вам свой бизнес и ваш cash flow поток денег который даст вам определенную степень свободы да потому что эти большие клиенты они общаются с наставниками и с авторитетами области если вы сами не станете авторитетом в конечной да и не проложите себе путь в этот круг вы не сможете получить клиентов и выйти на них итак шаг 34 одним из самых больших проблем будет свое собственное эго я самый умный меня не ценят все мне должны и так далее это не так никто вам ничего не должен да вас не будут ценить пока вы не не докажете обратно но в этом нет ничего страшного это займет примерно один или два года научиться совладать с ним а потом начать сначала но уже вооружившись опытом потому что эго если вы не научитесь жить с ним и гасить его да и чистым разумом воспринимать все знания первые два года информация которая будет вам поступать кпд будет не сто процентов кпд будет процентов 30 поэтому это прекрасный опыт который поможет вам в дальнейшем очень и очень серьезно шаг 35 это забавно но одним из лучших типов обучения является обучать других людей в том числе это заставляет относиться к материалу намного более ответственно если вы хотите идти этим путем начните читать лекции ну к примеру на youtube или на любых других каналах вими начните с аудитории в одного человека и смотрите как она будет расти по мере накопления опыта да если аудитория не растет если людям неинтересно значит возможно что-то вы делаете не так это будет прекрасный фидбэк очень быстрый и это позволит вам очень быстро учиться на своих ошибках к тому же это прекрасный способ познакомиться с огромным количеством единомышленников которые разделяют ваши взгляды и помогут вам так или иначе так если я хочу зарабатывать деньги во сне ничего к этому не прикладывая усилий и так далее как я уже говорил на четвертом году начните создавать команду и делегировать полномочия это позволит вам освободить достаточно большое количество времени да и всегда помните как мы уже говорили что это работает только если выигрывают все участвующие стороны как ваши сотрудники так и вы так и клиенты с которыми вы работаете помните один из самых основных принципов выигрывает команда выигрываешь и ты это очень круто работает и если кто-то не верит в это я очень сильно рекомендую прочитать книгу Ричарда Брэнсона «Бизнес в Тиле Вёрджин» это это одна из тех 500 книг которые действительно помогут вам стать обладателями каких-то уникальных знаний как найти наставников и авторитетов как только вы прочтете 100 или 200 книг и с вами уже будет о чем поговорить и все что вы будете высказывать начнет иметь хоть какой-то смысл напишите 10 идей сотрудничества для 20 людей которых вы считаете авторитетами для того чтобы познакомиться это идеи сотрудничества которые в первую очередь объясняют почему этому авторитету конкретному будет выгодно общаться с вами что вы можете ему дать и соответственно что бы вам хотелось получить взамен обычно приходится писать еще раз 10 то есть порядка 100 идей пока действительно народиться что-то стоящее что заинтересует этих авторитетов этих наста наставников стройте сообщество вокруг того как вы превращаетесь в эксперта это очень сильно поможет вам в дальнейшем потому что чем больше сообщество которое знает о вас тем большее количество людей людей вовлечено в ваш ваш социальный круг и если вы начнете его создавать сейчас через пять лет он уже очень будет большим и качественным да люди уже отсеются те которые с вами не согласны соответственно чем больше ваша комьюнити тем проще вам будет реализовывать и преподносить миру идеи и так шаг 38 если идеи не придумываются да как бы на самом деле многие когда да что там идеи придумать это как как пописать сходить это не так придумывание идеи это очень и очень серьезная работа как по настройке мозга так и потому чтобы каждая идея опирается на фундамент знаний и понимание того как эта идея должна работать придумывать идеи это навык который вырабатывается ежедневными занятиями если вы хотите научиться да то просто каждый день садитесь и десять минут пишите идеи всегда носите с собой маленький блокнотик или записную книжку которая в которой вы будете записывать любой бред даже который придет в голову но вечером возвращаясь к этому и обдумывая вы сможете сразу понять какая идея стоит того чтобы тратить на нее время а какая идея не стоит это точно так же когда ты ходишь в тренажерный зал правильно питаешься общаешься со старожилами мускулы растут есть люди которые просто каждый день ходят всегда в тренажерный зал вроде как бы что-то делают но делают это бестолково и просто гробят свое здоровье поэтому если вы что-то делаете старайтесь делать это правильно и с пользой здесь абсолютно то же самое как и в любой другой области окей шаг 39 какие еще источники информации можно использовать у нас есть сеть интернет есть форумы все что угодно но тем не менее я бы рекомендовал в первую очередь книги потому что книги это квинтэссенция информации откуда в принципе удалено все лишнее особенно книги которые были лет десять назад двадцать тридцать назад да то есть когда к книгам относились очень и очень серьезно сейчас к сожалению этого меньше но поверьте для того чтобы издатели написать книгу необходимо вложить намного больше труда чем для того чтобы написать интернет статью и поэтому отношения и в принципе качество информации в книге зачастую намного выше шаг 40 если я все это сделаю ничего не получается потому что я думаю что многие из вас уже неоднократно за последний час пятнадцать пока мы общаемся задались этим вопросом все получится в свое время просто продолжайте двигаться дальше не пытайтесь увидеть сразу конец пути достаточно видеть следующий шаг и делать каждый раз его еще и еще и еще все люди которые действительно серьезно хотели чего-то они все добились своих целей авраам линкольн тридцать пять лет старался стать президентом его опрокидывали увольняли гонения были и так далее но так или иначе он добился своей цели и таких примеров в истории огромное огромное количество и вы также сможете добиться своей цели если действительно хотите окей если вы все равно будете чувствовать подавленность а такое будет абсолютно однозначно и будут моменты когда депрессия начнет нахлонывать прям очень и очень серьезно потратьте пятнадцать или тридцать минут или час для того чтобы побыть наедине с самим собой вернитесь к вашей внутренней гармонии к сути вашей личности потому что это то место откуда вы черпаете свои силы и каждый раз когда вы чувствуете какой-то дисбаланс страх или еще что-то просто возвращайтесь и подпитываетесь собирайтесь в один хороший шарик который может двигаться дальше потому что если вы будете разбиты состоять из частей вас будут дергать во все стороны и так далее будет очень сложно двигаться вперед по мере деятельности вы сами будете меняться выбирать свои внутренние противоречия которые мешают вам жить это очень важно потому что если вы думаете что вот вы такие замечательные которые есть сейчас продолжая двигаться своим путем через пять лет вы будете точно такими же только у вас еще будет несколько миллионов баксов на счету это не так человек очень сильно меняется по мере того как он постигает новые знания попадает в новые ситуации и имеет общение с все большими и большими возможностями да есть испытание бедностью есть испытание богатством и только от вас самих зависит насколько позитивной личностью вы будете через пять лет и насколько эффективно вы потратите это время и опять если вы все равно чувствуете страх одно из самых таких простых секретов это высыпайтесь сон первый и главный такой вопрос душевного спокойствия и действительно хорошего здоровья потому что бессонница она убивает вас 8 часов это абсолютно нормально если просыпаясь вы будете чувствовать себя разбитым то будет очень тяжело эффективно провести день и сделать много полезных дел потому что я сам проходил через это и какой-то определенный момент на протяжении двух лет я спал там где-то по 4-5 часов в день это очень сильно вымотало и пришлось восстанавливать здоровье после этого вот и не гробьте свое здоровье поверьте что восьмичасовой сон это это хорошее начало если проблема не сдается если есть какой-то камень преткновения который мешает вам оставьте ее на время и решение придет само собой дайте миру решить ее самому если что бы вы не делали она не решается значит время решить эту проблему еще не пришло шаг 43 если кажется что все равно ничего не получается есть несколько простых а это действительно будет казаться так вот честное слово особенно на протяжении первых двух лет каждый день будьте благодарны за опыт который он вам дал как бы тяжело не было благодарность это путь к счастью путь к успеху что бы ни случилось приучите себя благодарить и чувствовать счастье за что-то в течение дня на протяжении месяца вечером садитесь и в бумажник не бумажник а в записную книжку просто напишите вещи за которые вы благодарны пускай это даже будут самые простые вещи кто-то сказал вам спасибо кто-то уступил вам место в общественном транспорте и так далее учитесь быть благодарными потому что проецируя счастье вы получаете счастье замечайте свой гнев и обиды отпускайтесь их и старайтесь оставаться в гармонии с самим собой гнев и обиды это камни которые тащат вас на дно они затуманивают рассудок они мешают вам двигаться вперед они мешают вам быть позитивными поэтому это те вещи которые действительно действительно стоит помнить всегда ничего страшного нам чуть-чуть совсем осталось так что я думаю что можно и потерпеть благодарность это может мост между тем местом где вы сейчас и вселенной творческих людей потому что люди которые действительно добились очень многого они очень обладают высоким навыком благодарности и если вы что-то для них сделали поверьте они не останутся в стороне и точно так же помогут вам есть поговорка счастливы все одинаковы несчастен каждый по-своему для несчастья есть тысячи причин когда вы счастливы вам на них абсолютно безразлично вы просто чувствуете счастье от того что вы есть замечайте свой гнев обиды оставайтесь в гармонии с самим собой если вас окружают люди которые выводят вас из состояния покоя такое будет поверьте достаточно часто что я могу вам посоветовать найдите людей с которыми приятно находиться рядом вообще неважным критерием является обмен позитивной энергией если этого нет то стоит прекратить такое общение у богатых и обеспеченных людей есть такое то есть нищета это образ мышления отсутствие денег это образ мышления соответственно когда вы будете подниматься в осознании жизни жизни и того что вы в принципе делаете да вы поймете что какая-то часть людей от которых вы оставили в своей прошлой жизни они уже вас не понимают и вы их не понимаете как я уже говорил менять круг общения это нормально общайтесь с людьми которые понимают вас которым вы дарите позитивные эмоции и получаете позитивные эмоции ответ у вас всего сто процентов энергии ну как бы если так в принципе рассудить да и если вы будете свою энергию отдавать людям и не получать ее в обмен то у вас будет девяносто восемьдесят семьдесят шестьдесят пятьдесят десять с десятью процентами внутренней энергии нельзя выдать результат который вы можете выдать будучи абсолютно счастливым и гармоничным и обладая полным своим потенциалом поэтому остерегайтесь людей которые выводят вас из себя просто ставьте стену и если уж и пришлось общаться с ними да то делайте это с максимальным спокойствием потому что если вы спокойно относитесь к ним как стенки просто кирпичная кладка с которой вам ну так или иначе нужно сделать что-то ничего в этом страшного нет и еще одно из самых таких основных чего очень многие люди не умеют делать научитесь говорить нет без оправданий если вы чего-то не хотите делать или не хотите общаться или помогать какому-то человеку который вас раздражает ну есть такие я думаю у каждого в компании люди у которых есть до всего дела они вот во все ввязываются там постоянно просят либо в долг взаймы там не принципиально просто скажите нет не надо оправдываться что вы не хотите там извини друг нет у меня другие планы все до свидания шаг 46 так или иначе вы всегда будете встречать людей которые будут пытаться подавить вас да то есть как росток который через асфальт пробивается да как бы будут люди обладающие намного большим весом политическим социальным и так далее которые стараются подавить вас в том числе ваших близких мы уже говорили мозг пугается изменения он хочет безопасности а изменение это риск и пока это мышление будет доминировать такие люди которые будут пытаться подавить вас они всегда будут вашей жизни окружающие вас люди это проекция вашего сознания как только ваше сознание автоматически будет считать что что бы ни происходило все хорошо эти люди поверьте моментально пропадут из вашей жизни все хорошо что бы ни случилось все хорошо знаете есть такая притча о короле в общем король у короля было было кольцо и по внешней стороне было написано все пройдет он подарил сыну и сказал сынок помни про это про все у сына была война в королевстве в королевстве в общем все там было печально он разозлился ничего не проходит снял кольцо с пальца кинул на пол потом немножко остыл подходит и смотрит на внутренней стороне написано все пройдет пройдет и это поэтому все нормально так или иначе с любой сложностью можно сталкиваться и это эти сложности жизненные уроки можно пережить по поводу жизненных уроков жизненные уроки будут всегда это нормальный естественный процесс развития каждой личности жизнь будет пихать вас подсовывать какие-то ситуации которые сделают вас более крепкими да в выбранной области да и вообще в принципе как человек потому что человек приходит ну лично на мой взгляд я никому не хочу это навязывать но человек приходит для того чтобы получить здесь определенный опыт поэтому если к сложным ситуациям вы относитесь не как за что мне это да а как для чего мне это или что я должен понять в этой ситуации жизнь станет намного проще то есть ну это урок вам задали домашнее задание в зависимости от того как как вы его сделали вы воспримите следующий урок или нет да то есть если вы дома не разобрались в теме там сложения то умножение будет для вас сложным для понимания пока вы не пройдете сложение к умножению вы не можете перейти в жизни то же самое и гордитесь своими достижениями даже самыми маленькими если вы что-то получили это значит что вы заслужили это это только ваше ну и соответственно команда которая помогла вам да но не стыдитесь своих успехов радуйтесь им и гордитесь ими это хорошая гордость это очень и очень позитивно шаг 48 если вы счастливы на офисные работы удачи как мы уже говорили есть такие ситуации когда жизнь в офисе когда вы занимаетесь каким-то любимым делом хорошо если вы счастье не получаете от этого то единственное о чем я могу вас попросить это выйти на улицу днем ночью когда хотите посмотрите что вообще есть в вашей жизни на что вы ее тратите и если придет осознание на того что жизнь тратится в пустую и проходит мимо и полностью отрезаны от управления и значит пора что-то менять и поплакать подушку это нормально в этой ситуации это действительно правда но осознать пережить это идти дальше это будет поворотным моментом вашей жизни шаг 49 почему вы должны доверять тому о чем мы сейчас говорили я так молод или ну я не знаю что то еще на свой вкус не доверяйте мне никто не умнее вас и никто не лучше вас только вы сами можете решить что нужно именно для вас в каждой конкретной ситуации поэтому если то о чем мы говорили находит отклик в вашей душе значит значит мы провели это время не зря возможно стоит вернуться к этому через какое-то время но так или иначе только вы сами конкретно для себя можете сделать решение и сделать выводы насколько какую часть информации из сегодняшнего семинара вы готовы использовать в своей жизни каждый человек обладает своим собственным миром взглядом на мир своим собственным опытом попробуйте это я вам обещаю что вы не будете разочарованы я прошел через это все и достиг думаю в принципе достаточно неплохих результатов и мне очень хотелось бы чтобы людей которые решили взять жизнь в свои руки управлять ей и делать то что действительно нравится чтобы их становилось больше вот я уверен что так или иначе мы сможем нашу на нашей планете создать немножко лучшее общество если каждый из нас начнет более ответственно относиться к тому как он проживает эту жизнь и шаг пятидесятый если вы доверились то считайте что один наставник у вас уже есть если конечно вы сами хотите мы уже провели достаточно времени чтобы принять решение двигаться вперед или оставаться там где есть как в фильме капакс если кто не смотрел очень рекомендую каждое существо во вселенной может отличить добро от зла и сделать свой выбор точно так же я радуюсь за то чтобы сейчас вы сделали свой выбор и если вы хотите двигаться дальше сядьте и напишите это напишите на листочке бумаги я хочу двигаться дальше я хочу достичь того 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 на свой вкус эти цели еще миллион раз поменяются но не сделав этого первого шага не сделав движения проснувшись завтра с утра не если вы начнете менять что-то в своей жизни вы встанете на путь который приведет вас к счастью и к успеху важно захотеть это и бороться за свое счастье бороться за свой успех но при этом оставаясь человеком человеком в душе с большой буквы ч если вы так хотите это действительно очень и очень важно и это поможет вам в жизни вот на этом официальная часть нашего семинара вот пятьдесят шагов я думаю что на сегодня вам хватит информации вот у нас осталось я предлагаю сделать сейчас пятиминутный перерыв вот после чего вернуться и я с радостью отвечу на все вопросы которые у вас возникли и соответственно расскажу о том о чем мы будем говорить дальше вот и для тех кто еще не является студентом Нью-Йоркского института фотографии если вы хотите послушать и продолжить наш завтрашний семинар да зайдя на сайт disted.ru посмотрите специальную акцию и вы можете поступить всего за внимание 999 рублей это намного меньше чем любой онлайн семинар который вообще в принципе я когда-либо проводил если это если мы говорим о платном семинаре и Нью-Йоркский институт действительно дает очень качественное фундаментальное образование с обратной связью и я вам гарантирую что вы не разочаруетесь в нем поэтому регистрируемся и предлагаю пять минут всем попить воды сходить в туалет и ответить на все вопросы которые у нас в форуме уже достаточно много стало вот окей так ну что начнем кстати да я хочу попросить студентов Нью-Йоркского института в чате написать как вам учиться все ли хорошо в общем для того чтобы ребята могли действительно кто еще не записался получить от вас внутренние ощущения от людей которые уже прошли несколько курсов и так тут пам-пам-пам-пам-пам в принципе если вы хотите заняться свадебной съемкой конкретно и журналистикой документалистикой в принципе да то соответственно я бы порекомендовал поработать на как для каких-то газет поснимать массовые акции там еще что-то такое это очень хороший хороший навык именно репортажной съемки да потому что ну весь опыт который действительно ценный опыт он зарабатывается только в боевых условиях поэтому если вам вот близок мой стиль да я бы рекомендовал в принципе что-то такое репортажное если вы больше хотите заняться постановочной съемкой да то соответственно это такой больше фэшн стрит-шутинг и так далее вот Дмитрий вы говорите что снимаете светосильными объективами а пока есть естественное освещение как тогда тени под глазами и прочие паразитные тени на лице когда снимаете в контровом снете или когда свет только сверху в загсе например и еще так окей по поводу паразитных теней и так далее все зависит еще от того в каком с какого ракурса снимать да то есть с течением времени вы научитесь ловить ракурсы которые позволяют минимизировать тени под глазами и потом в любом редакторе будь то Lightroom Capture One апертура все это очень и очень быстро исправляется вот на нашем следующем семинаре именно по обработке я с радостью покажу как это делать очень и очень быстро и легко вот как должен быть одет фотограф на свадьбе ну явно не как жених но тем не менее он должен быть одет очень и очень прилично заходите ко мне на фейсбук там есть несколько фотографий со свадьбы как мы одеваемся да то есть это в принципе такие более менее статусные ну не более или менее действительно статусные мероприятия поэтому мы стараемся одеваться как-то с одной стороны в стиле casual да потому что мы целый день на съемке это действительно тяжело да но с другой стороны это должно быть очень и очень приличные вещи купить там я не знаю какие-то несколько брендовых вещей в которых вы ходите на встречи в которых вы ходите на съемки можно на любой распродаже очень легко за очень и очень адекватные деньги храните их используйте только в работе это позволит вам выглядеть очень аккуратно спокойно работать вам будет удобно в этих вещах например там пола хорошие джинсы либо брюки хорошие ботинки никаких кроссовок рваных обувь обувь это первое на что смотрят люди особенно за границей поэтому обувь всегда должна выглядеть очень прилично быть начищенной свежей и так далее это обязательно вот ну и соответственно никаких так прият вас должно быть приятно пахнуть у вас должна быть хорошая прическа если это девушки то я не знаю что то что гарантированно выживет на протяжении всего дня и не будет выглядеть растрепана как вы еще пишите видел одних фотографов в шикарном ресторане в грязных кроссовках потому что перед этим был дождь и в шортовх с рюкзаком на спине было неприятно вот это именно то о чем я говорю и потом старайтесь избегать очень ярких цветов да у нас по опыту могу сказать что вот в прошлом году на одной из крайних свадеб была девушка в ярко-розовой кофточке не ярко-розовой ярко-красной и это действительно было просто ну настолько ужасно что ну сложно словами передать какое количество кадров она испортила и сколько времени мы потратили на то чтобы зарисовать ее кофточку отдельно я даже не буду вам говорить потому что это даже больше чем очень много но потому что клиенту это вообще была знакомая которая работала там бесплатно я же не могу выгнать ее в зашей да и во время съемки ответственно объяснять и как надо работать поэтому естественно мы старались просто найти ракурсы так чтобы ее было поменьше видно но как бы вот избегайте ярких цветов casual и такой брендовый хороший casual потому что ваш ваша манера одеваться и ваша манера преподносить себя точно так же поможет вам продать потому что если вы выглядите приятно и опрятно вы сразу же автоматически располагаете к себе людей да есть некоторые приверженцы такого стиля мол художник должен быть голодным ну как бы сказать это путь в никуда потому что хорошо жить мы все хотим да как бы есть люди которым на это ну не насрать но как бы которые не ценят ну как бы это их собственный выбор мне очень хочется жить в комфорте вот и именно поэтому я хочу общаться именно с людьми которые могут понять то что я делаю для того чтобы эти люди почувствовали меня за своего естественно у меня есть определенные вещи в гардеробе для того чтобы я выглядел так как выглядят люди в этом социальном круге вот как как-то так извиняюсь и так долго так как поступать в случаях когда при съемке группового портрета один из снимаемых людей в кадре уже пьян либо ведет себя неадекватно попробовать сделать без него если это не получается либо человек идет на конфликт соответственно просто снимаем частями с одной стороны так чтобы его обрезать и с другой стороны так чтобы его обрезать если вы отдаете людям фотографии через там две недели вряд ли уже кто-то уже вспомнит я даю фотографии где-то через год через год ну просто выше обработка и вообще очень много дел отдавайте спокойно через полгода никто вообще не вспомнит был он там или не было там и он тоже вот и естественно все все фотографии которые вы отдаете они должны быть хорошими да да иногда встречаются проблемные клиенты которые просят вообще все ну как бы такое бывает ничего страшного как снимать свадьбу когда невеста уже беременна она намекает что не хочет видеть себя на фотографиях животом но делайте средние крупные портреты либо очень дальние планы и потом в конце концов если кифа и просто заранее немножко увеличите скажем так оплат стоимость своих услуг для того чтобы компенсировать время которое вы получите время которое вы потратите на обработку этого всего возможно ли снять всю свадьбу на один фотоаппарат и один объектив 7d и 50 миллиметров 1 и 4 ну сказать по правде честно вообще можно но очень сложно и она будет неполной есть сейчас широкоугольные объективы sigma та же самая canon которые фиксы да которые светосильные и стоят не очень дорого у меня в базовом комплекте это 20 миллиметров 50 и 135 этого комплекта мне хватает на все случаи жизни и честно я очень не люблю работать с зумами вот поэтому ну как бы в принципе да нормально подготовка к съемке свадьбы за десять тысяч ну во первых естественно более ответственно относитесь к подготовке техники а всегда имеется запасной комплект это даже не тема для обсуждений проверяются все карточки проверяются все аккумуляторы имеется двойной резервный запас всех аккумуляторов свет ну то есть двойное и тройное резервирование всего чего вообще в принципе только возможно да соответственно потом если вы не были на площадке то обязательно стоит туда съездить чтобы понять куда вы можете сводить молодых сфотографироваться как на этой площадке работает свет потому что когда вы уже туда приедете 90 процентов вероятности того что у вас не будет времени на адаптацию к новому помещению как настроить камеру и так далее если с этим проблемы да и в принципе даже если с этим проблем нет мы всегда стараемся если вообще есть теоретическая такая возможность приехать на площадку и посмотреть и естественно подготовка к свадьбе мы знаем телефоны всех организаторов то есть ну продумываешь все возможные кризисные ситуации и будь готов к ним вот как бы как то так если можно кратко расскажите по каким критериям чаще всего оценивать качество съемки свадьбы клиента на самом деле это отдельная тема для разговора потому что знаете почему клиенты они не обладают определенными знаниями и навыками для того чтобы оценить вашу фотографию они могут оценить на уровне нравится не нравится и оценить на уровне тренда того что они видели там маша глаша и так далее поэтому скажем так вы продаете им в конечном итоге это то о чем мы будем говорить завтра вы продаете им не только и не столько свои фотографии либо книги вы продаете им свою философию свой свой взгляд на жизнь вот и если эти взгляды на жизнь совпадают с вашими клиентами они с вами работают потому что в общем и целом если фотографии сделаны технически грамотно и на ней есть лицо клиента он уже будет счастлив и доволен так какие расходы фотограф увеличиваются во что вкладывать в более высокую ценовую категорию ну во первых естественно это оборудование оборудование ну 5d mark 3 в принципе с батарейной ручкой там с набором объективов две штуки этого ну в принципе достаточно джо бьюсинг так работает джо фэску так работает я тоже так работаю это камера которую хватает вообще в принципе на все естественно более высокопроизводительный компьютер с действительно качественным монитором потом естественно возрастают расходы потому что оформлять свой продукт так как бы свои фотографии необходимо в более качественные вещи да то есть в более качественные книги потому что сейчас книги которые мы предлагаем свои к своим клиентам они в себестоимости но где-то как минимум стоит от 1000 от 1000 до 5000 долларов да это это компания квинсбери вот если место моноподу в свадебной детской фотографии для сохранения низких и со ваше мнение честно моноподу никогда не использовал сейчас камера выдают достаточно качественную картинку так чтобы даже на и со там 5000 можно было бы абсолютно спокойно ее вытянуть и сделать хороший пять основных нюансов при съемке молодоженов на улице постановочная честно я стараюсь постановка не делать если делаю то это какие-то очень красивые красивые арки то есть что то что очень симметрично где красиво ложится свет то есть это фотографии в рамочку я их отдаю ну как бы чтоб может быть 50 за всю свадьбу плюс соответственно такие моменты официальные да то есть фотографии всех гостей с молодоженами вот если мы говорим о постановке там не пять нюансов там один самый важный нюанс который называется раскрепостите людей так чтобы они показали вам действительно искренние эмоции искренние улыбки искреннее счастье и тогда фотография будут хорошими потому что свет поза кадрирование это навыки которые можно заработать а вот научиться сделать так чтобы люди во время съемки вам доверяли как бы вот это моя фишка эта фишка которой я пользуюсь фишка за которой люди приходят именно ко мне вот уж я не делаю каких-то у меня нет шаблонов которые используя на каждой свадьбе вот то есть мы идем 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 есть минуты остановились сделали кадр нет мы идем дальше выбираем какое-то другое место это не не принципиально итак свадебная съемка с малой глубиной резкости особенно стиля съемки что надо учитывать во первых что такое с малой глубиной резкости то есть вы имеете ввиду на открытых диафрагмах но я бы не не рекомендовал открывать диафрагму больше чем 2 и 8 но на крайняк 20 только если прям очень очень темно и потом вы хотите хотели сделать фотографию черно-белой с креативным размытием да можно еще шире открывать но потому что там важно сделать кадр что если его к примеру не сделаешь на 1 и 2 то его вообще не будет вот это не особенности стиля съемки это скорее особенности общения с техникой умения выжимать ее на сто процентов вот так скажите пожалуйста по каким критериям определяется качественное соединенное фото как выделиться на фоне местных фотографов занимайтесь чем-то своим то что я делаю и кстати многие коллеги не понимают почему я делаю тогда как бы мой подход и стиль отличается кардинально от того придумайте свой подход и стиль который будет кардинально отличаться вообще в принципе если вы хотите понять что такое качественное фото и так далее я бы рекомендовал в принципе почитать мою книжку благо она сейчас есть в электронном виде вот ссылку на нее я дам там вы найдете вообще все ответы на то какие стили бывают как их использовать какие фотографы ими пользуются и почему там очень подробно это все разобрано вот а качественное свадебное фото это ну как многие люди определяют фотограф как нравится не нравится точно так же у меня фотографии либо меня впечатляет либо это говно ну как вот так в принципе если мы говорим о том как как судится конкурс например до международных ассоциациях то что когда тебе присылают 5000 фотографий очень легко закопаться к сожалению многие фотографы вот я вам скажу честно да там 6 60 процентов как минимум фотографов которые присутствуют на рынке они не обладают даже минимальными знаниями пониманиями что такое международном понятии свадебная качественная свадебная фотография если вот предыдущую лекцию вы не слушали очень рекомендую мою она есть в личном кабинете нью-йоркского института как бы для студентов как вы относите к свадебной съемки не в день свадьбы да господи я прекрасно отношусь мне вообще не принципиально где как в каком количестве снимать не главное чтобы были молодые они готовы были работать вот все остальное это уже нюансы технически нравится свадьба лучших американских традиций подружки невесты гости и так далее почему в россии уровень свадьи поставить желать лучшего он оставляет желать лучшего потому что люди у нас вроде как бы живут в россии мозгами остались советском союзе вот и то что ценится в любой стране мира в плане международных правил да они почему-то в россии с таким ужасным скрипом принимаются вот и честно но в россии может быть есть там 10 на 15 агентств которые действительно могут сделать мероприятие очень высокого уровня все остальное это колхоз да и соответственно чем больше у ваших клиентов будет возможностей тем больше вероятность того что это будет хорошая приличная свадьба правда ли что с помощью ценовой политики можно фильтровать клиентов от себя проблемных и жадных да это так цена которую я озвучил это не не потому что я жадный а потому что это позволяет в принципе отсеять огромное количество было клиентов которые либо не оценят фотографии люди которые готовы заплатить такие деньги ну по крайней мере у них хотя бы на тени сознания будет понимание за каким чертом они вообще это все покупают с ними можно общаться потому что они покупают продукт но 10 тысяч долларов и для в принципе даже для обеспеченных людей но не маленькая сумма вот сопоставимая с какой-нибудь хорошей брендовой дорогой сумкой вот так по поводу родных поэтому это так а дома никого нет или в гараже на своем упорствовании с вами привыкают к всему классному мне интерес не потерять пробуйте делайте выбирайте свое время и создайте свой мир в который никто не сможет пробиться это ваш мир где будет зарождаться где вот росток вашей идеи ваших желаний он он будет развиваться пока не окрепнет потому что как только вы станете обладать определенным объемом опыта уверенности в себе все эти внешние факторы они перестанут вас доставать вы перестанете обращать на них внимание вот но пока это все растет ничего страшного в этом нет это очень хороший жизненный опыт потому что поверьте в мире большого бизнеса там плавают в принципе акулы и люди которые могут очень очень неслабо покусать поэтому чем раньше вы научитесь быть толстокожим в хорошем смысле этого слова тем лучше так какие книги советуете прочесть если можно списком на форум по поводу книг во первых наполеон хилл ну как бы я это все еще расскажу но как бы тебя тем не менее наполеон хилл думаю богатее ричард брэнсон все его книги потом биографии всех начиная с генри форда рокфеллера и заканчивая как бы вам сказать заканчивая история ключевского в принципе да потому что это истории жизни истории преодоления трудностей обязательно биография стива джобса что еще потом есть такой замечательный автор называется билл боб проктор его книга так и называется деньги да это не про бизнес книга эта книга про отношение к деньгам и в принципе про как выстроить свою жизнь так чтобы деньги в ней не занимали большое большое место так чтобы вы научились имя пользоваться на благо вот вот как то так и вам спасибо что слушаете рад что вам нравится итак по поводу завтрашнего семинара давайте я вам покажу о чем мы будем говорить так мастер-классы научись думать как фотограф за 10000 до в принципе как работает рынок свадебной фотографии с разберем каждый отдельный под тип кто сколько зарабатывает и почему что такое прикольные фотографии до расскажу большую подборку почему это работает и почему это не работает мы разберем очень подробно вот это противостояние трендовые фотографии 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 вне времени да то есть фотографии которые будут хорошо смотреться и через 50 лет этим людям платят самое большое количество денег они наиболее востребованы среди действительно серьезных клиентов если вы хотите туда попасть то вам нужно научиться понимать это и мы очень подробно разберем также мы разберем лучшие примеры портретной фотографии да и лучшие примеры именно таймлесс и документальной фотографии на то есть вот как-то так я расскажу про каждого автора мы разберем что общего успешных фотографов что фотограф продает пять основных правил успеха которые нужно выучить на зубок и вспомнить даже если вас разбудят как создать продукт который стоит своих денег и как его достигнуть то есть после того как мы уже сегодня поговорили о том как нужно думать для того чтобы стать успешным да с правильным пониманием этого завтра мы разберем конкретные шаги из моего опыта объясню почему это было сделано именно в таких если мышление строится неправильно то кпд именно практических навыков да и разбора практических навыков близок к нулю честно я слишком ценю свое время и ваше время для того чтобы выбрасывать его впустую поэтому то что мы разобрали сегодня у вас есть день для того чтобы осознать это и к завтрашнему семинару подойти полностью подготовленными уже с пониманием того что вы хотите прям вот серьезно мы сейчас заканчиваем сети и напишите свои мысли все мысли которые у вас возникли по прошествии двух часов нашего общения завтра проснувшись с утра посмотрите на них отсеките лишнее и начните двигаться к достижению своего успеха и со своей стороны я вас уверяю что я постараюсь сделать все для того чтобы вам помочь в этом плане потому что ни одного слова которое вот сегодня среди всего что было сегодня сказано это то что называется правило прописанное кровью да то есть каждый каждый пункт про который мы говорили он был оплачен определенными душевными страданиями определенными преодолением достаточно серьезных проблем и и это все действительно имеет место быть и через пять лет если вы будете этим всем заниматься вы позвоните мне и скажите что чувак ты был прав и я с радостью с вами пообщаюсь на эту тему и еще один одно маленькое такое организационное дополнение по поводу тех кто пока не является студентами нью-йоркского института оплатив курс до первую часть вот эти 999 рублей пожалуйста в службу онлайн поддержки напишите свою фамилию и реквизиты платежа как вы платили для того чтобы вам очень оперативно к завтрашнему дню уже подключили личный кабинет у нас ребята работают 24 часа онлайн и сделают все для того чтобы наш с вами общение происходило плавно без сбоев и так далее и это очень и очень важно вот и если кому интересно у вас будет время до завтрашнего дня также да и кстати это будет очень хорошей подготовкой у меня на сайте дмитрий федотов точка ком в разделе книги во первых написано первая глава есть ссылки на большое количество фотографов международных звезд которые написали лицензии на эту книгу и соответственно вы можете купить как книгу онлайн она стоит всего двести сорок девять рублей вот и соответственно если вы хотите получить книгу в печатном виде то пожалуйста тоже есть ссылка на сайт моей фото страницы можете заказать себе печатную версию она отпечатана на профессиональной бумаге на фото бумаги индиге и я вам гарантирую что там фотографии именно в том качестве и в том виде в котором они задумывались авторами это настольная книга каждого свадебного фотографа и также я бы очень рекомендовал книгу это для всех молодоженов потому что уровень образованности молодоженов у нас стране крайне низкий и эта книга очень легко написано ее можно прочитать там за два вечера вдохновившись огромным количеством картинок они действительно от лучших мастеров со всего мира это очень хороший базис который поможет вам намного лучше воспринять завтрашний наш семинар вот google play кстати на ipad тоже ее можно загрузить она в pdf и абсолютно спокойно как напрямую через приложение ну то есть скачав к себе на компьютер так и установив google книги к себе на ipad это тоже возможно вот и так дорогие друзья всем вам большое спасибо за терпение вот за то что дослушали до конца завтра нам предстоит огромный очень полезный также семинар вот я вас прошу обдумайте все что вы сегодня услышали и двигайтесь дальше двигайтесь к своему счастью будьте счастливы и мы все вместе сделаем все для того чтобы помочь вам достичь действительно очень высоких результатов как в процессе обучения так и в процессе вашего карьерного роста и достижений ваших определенных я очень открытый человек пишите мне есть в контакте аккаунт есть на фейсбуке аккаунт на сайте есть форма обратной связи как только у меня будет минутка я с радостью вам отвечу вот всем приятного вечера спасибо за то что были с нами пока до завтра и поступайте в нью-йоркский институт фотографии это действительно очень очень здорово